Звучит музыка Звучит музыка После перезагрузки я зашел в Майнкрафт, чтобы поскорее уже сыграть в этот мод, который я уже так ненавидел. После загрузки Майнкрафта меня кинуло на главную карту, где я мог выбрать персонажа. Вокруг было темно, а на фоне были волки. И было ужасающее полнолуние. От этого моя ненависть к игре превращалась в страх. В тот момент мне было очень жутко за этим всем наблюдать. Я решил быстро выбрать персонажа и пойти играть дальше. В детстве мне нравился Ёж, и я выбрал играть за него. Все время мне казалось, что в игре за мной кто-то следит. Сразу же меня кинуло в дом Кроша. Он стоял спиной ко мне. На фоне играла странная музыка. Я ходил вокруг Кроша, но он мне ничего не говорил. Но вдруг в один момент он не ответил и сказал. Я убил его. В этот момент у нас с ним начался диалог. Кого убил? Копатыча. И в этот момент он обернулся ко мне. Это было ужасное. На все лицо у него была ужасная улыбка. В этот момент по экрану пошли помехи. И игра очень сильно изменилась. Передо мной стрелы держали Крош. Его глаза были черные. А если заглянуть в них, то можно было увидеть бездну. А до этого у меня побежали мурашки по коже. Он сказал мне уходить. Он очень долго повторял мне уходить. Или меня ждет то же самое, что и Копатыча. Я быстро собрался и ушел. Я решил найти тот труп Копатыча, ведь Крош не сказал, что он его куда-то спрятал. Я быстро побежал к дому Копатыча. В доме была Нюша. Она жутко плакала. На фоне был ужасный звук от ее плача. Я подошел к ней, чтобы поговорить. Что случилось, Нюша? Он просто его убил. Кого? Кто? Крош убил Копатыча на моих глазах. Что? Ты все видела? Как это произошло? Я пряталась за окном, а Крош пришел к Копатычу. Они о чем-то говорили, и вдруг Крош резко подошел к Копатычу. И тот просто упал. Крош резко начал куда-то оттягивать Копатыча. Я испугалась. И после того, как они ушли, я быстро забежала в дом. Я был в шоке от происходящего. Ведь в ролике на ютубе явно было не такое, как здесь. Я побежал в горы в надежде найти труп Копатыча. И мне удалось. Когда я прибежал в пещеру, то увидел, что там что-то похожее на Копатыча. Только после я понял, что это был его призрак, который бродил по той жуткой горе с улями для пчел. Я пытался к нему подняться, но это было невозможно. Я постоянно падал. Или же он сам меня скидывал, чтобы я его не видел. После я решил вернуться в выбор персонажа. И посмотреть, что же будет, если я выберу играть за Кроша. Но этот мир был изменен. Небо было красное, как будто сейчас пойдет кровавый дождь. А на фоне кто-то смеялся. Этот смех был похож на смех дьявола. Я пытался чем быстрее выбрать Кроша и начать играть. Меня кинуло в дом Кроша. Вокруг был очень странный свет. Но я продолжал играть и надеялся, что если я буду играть за Кроша, то я узнаю тайну, почему он убил Копатыча. Я вышел из дома. Небо и вода были кроваво-красного цвета. Это не оставляло меня в покое. И сразу же я увидел ежика. Он пытался словить рыбу. Ежик ловил рыбу в кровавом озере. Я подбежал к нему. Он меня игнорил, но все же я спросил у него. Зачем ты ловишь рыбу в кровавом озере? На что он ответил? Копатыч дал мне приказ это сделать. В этот момент у меня случился ступор. Ведь как в такой мирной долине может быть кто-то главный? А с каких пор Копатыч тут главный? Крош, ты что? Ты отрекаешься от нашего царя? Мне придется тебя сдать. Что? В смысле? Мы же с тобой друзья, еж. Прости, Крош. Но если тебя не сдам я, то ты сдашь меня. Что? Нет, еж, ты мой друг. Пин. Нет, еж, что ты делаешь? Я начал быстро убегать от ежа. Я ничего не понял из этого. Почему же Крошу был Копатыча? Меня телепортировало к Пину. Я стоял около него. И он мне сказал. Хе, Крош. И не сидится тебе? Пин, что происходит? Пришел твой последний час. Мне придется тебе закрыть тюрьме. Для тех, кто не верит в нашего царя Копатыча. Почему Копатыч царь? С каких пор нашей долине есть царь? Прости, Крош. Но на этом я не смею тебе отвечать. Ты отправляешься в тюрьму. Я стоял около телепорта в тюрьму. К счастью, Крош успел прихватить оттвертку для того, чтобы выбраться с той тюрьмы. Но кто знает, не заметил ли ее. Она была очень огромная. Пин бы запросто ее заметил. Но меня пронесло. Я смог оставить ее у себя. Я телепортировался в тюрьму. Все стало черно-белое. Было трудно рассмотреть, что это за блоки. Или не убьют они меня. С каждым моим шагом все ставало еще темнее. Порой мне попадались какие-то странные блоки. Которые пытались меня убить. Я пытался выбраться наружу. Заходил в разные коридоры. Но почти повсюду был тупик. И я уже думал, что мне не выбраться с этой тюрьмы. Мне нужно было перепрыгнуть через лаву. Но если бы я прыгнул в нее, то я бы сразу умер. Все же я набрался смелости и прыгнул. Как вдруг я побежал прямо. И упал в какую-то огромную яму. Там я случайно нажал на отвертку. И я вылетел на основную поляну. У меня все-таки получилось выбраться с той ужасной тюрьмы. Я стоял сзади дома Пина. Он мог меня запросто услышать. Я быстро, но тихо попытался убежать с того жуткого места. А на улице начался кровавый дождь. В этом мире Кроша все очень странно. Я прибежал снова к ежику, чтобы спроситься, чем он это сделал. На что он сказал, что меня уже ищут. И у него дома мини-дроны. Уже обрывать все, чтобы найти меня. Мою пропажу заметили слишком быстро. Я побежал к Нюше в надежде, что она все расскажет. Когда я прибежал к Нюше, она сразу же сказала. Тебе нельзя с ней находиться. Почему? Тебя сразу же найдут. Почему Копаточ наш царь? Смирись, Крош, нам никогда его не уничтожить. Я его уничтожу. Крош, не дурей, тебя сразу же убьют. Я смогу. Я мало что понимаю из этого диалога. Но Крошу явно не нравилось то, что им кто-то управляет. И он спросил снова. Почему Копаточ на царь? На что Нюша рассказала историю. Как? Ты не помнишь? Пару месяцев назад ты нашел странную бумагу, которую принес показать на всем. Но никто не пришел. Все были заняты. После чего ты открыл, чтобы эту прочитать. Это был контракт с дьяволом. Ты мог выбрать любую мечту. Но взамен ты отдавал свою душу дьяволу. Ты же быстро побежал всем рассказать об этом. И каждый знал, что у тебя есть заветная бумажка, которая сменит его мир. И каждый пытался обманом забрать у тебя этот контракт. Но ты никому его не отдавал. Так как очень хотел воспользоваться им сам. Но не знал, какое желание загадать. И тебе еще было очень страшно. После чего ты с Копатычем договорился, что вы напишите два желания. Но Копатыч обыграл тебя и украл у тебя твой слиток. И его желание было... Владеть всеми землями мира. А ты, Кросс, занесен черный список. Твое место было лишь дома. А если ты выйдешь, то тебя сразу же закроют в тюрьму. Я все вспомнил. Как я мог так проиграть борьбу за этот контракт? После чего была ровно минута молчания. Ничего не было слышно. Я пытался выйти с игры, но ничего не получалось. Все как будто заклинило. Но ровно через минуту Нюша сказала. Прости, Крош. Но я должна тебя сдать нашему царю. Нет, Нюша, ты не можешь так поступить. Финн. После чего экран просто потух. А на экране появился Крош. С черными глазами, как у дьявола. Из этой картинки я как будто все прочитал и узнал. Что на самом деле Крош продал душу дьяволу за свое желание. Чтобы у него было много морковки. Но он не хотел умирать. И поэтому убил Копатыча. Надеюсь, что дьявол примет его душу. Но все было сря. Дьявол полностью охватил разум Кроша. А в его голове создалась иллюзия, что на самом деле все хотят убить его. И когда Кроша в его голове убили. Дьявол полностью захватил его разум. На этом эти две истории закончены. Но остались еще остальные герои мультфильма. И кто знает, что за истории будут у них. Поэтому, если хочешь увидеть их, то ставь лайк. На этом все, бро. С тобой был Сергеонис. И бро, поставь лайк тебе, то всего-то каких-то две секунды. А мне очень приятно. И также, бро, подписывайся на мой инстаграм. И там выходят очень страшные фотографии. А если ты боишься, бро, то просто пиши мне в директ. И я отвечу именно тебе. Да-да, бро. Из всех тысяч человек я отвечу именно тебе. И бро, бро, подписывайся на мой канал. Чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь придет время супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, решай. Либо быть с нами, либо быть под нами. А наша банда растет с каждым днем. Поэтому лучше, чем быть с нами. Подписывайся. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok